Всем привет, я Виктор Катючек. От лица разумной цивилизации обращаюсь ко всем гражданам. Мы приступили к работе по организации нашего сообщества и по возможности по формированию партии. Нам нужна своя партия для защиты граждан России. Мы собрались вокруг идеи разумного существования. Наша идея, национальная идея России, это высокотехнологический традиционный социализм, осуществляемый при исторически естественном культурном укладе и полной экономической и идеологической независимости. Экономика, экология, традиции, культура, наука и технологии для человека. Вот это основной принцип, по которому мы на базе логичных принципов мышления собираемся и развиваемся. Мы желаем, мы работаем над тем, чтобы в конечном итоге создать партию, чтобы наши ребята вошли в Государственную Думу Российской Федерации и выполнили объем работ, необходимый для того, чтобы наша цивилизация пошла разумным путем. У нас много ребят, которые уже технически все понимают, абсолютно разделяют наши принципы, законы, логики, которые видят, как это делать. Вот наша задача сейчас сделать объединение, привлечь тех, кто еще не с нами и заняться этой работой. Для этого у нас сейчас необходимо определиться с количеством первой группы участников. Это будут потенциально будущие члены партии. И для членов нашей группы нам надо по регионам, регионов у нас в стране много, найти наших ребят, чтобы они откликнулись, кто желает заняться этой деятельностью партийной, и кто может быть полезен в нашей работе. Те, кто желает присоединиться, пожалуйста, присоединяйтесь к нам. Для этого на mail, который указан на этом видеокад, нижнее подчеркивание, витс, собака mail.ru, пришлите просто письмо, в котором указано ваше имя, фамилия, отчество, место проживания, адрес, телефон, email. Все, mail уже указан, будет автоматически. Просто пришлите на этот mail свои данные. Также укажите, если вы можете что-то делать, что вы видите, чем вы можете быть полезным. Просто в теле письма напишите. Нам нужны ребята со всех наших регионов. Наша задача сейчас набрать больше половины регионов Российской Федерации, чтобы мы могли официально зарегистрироваться. Часть регионов у нас уже ребята есть и готовы эту работу выполнить. Остальные просто войдут членами в нашу партийную организацию. Первые полтысячи человек мы приняли решение, что на добровольной основе взносы можно не платить, просто участвовать. Это вот у нас будет такой вот период, когда мы собираем ядро нашей группы. Сейчас на данном этапе у нас большая вероятность собрать именно ребят, которые действительно поддерживают нашу идею. Потому что когда все остальное человечество раскусит, чем мы занимаемся, к нам устремятся люди, там уже будет трудно отделить идейных единомышленников от партийных приспособленцев. Сейчас у нас большая часть ребят, особенно актива, уже определилась, кто с нами, по каким соображениям. И ребята разделяют именно законы логики и корректные принципы мышления. Поэтому всех, кто разделяет это тоже, но пока там сидел, молчал, стеснялся, пожалуйста, письмо в мейл, пожалуйста, отправьте и вы будете с нами. Этим буду заниматься лично я, потому что у нас разные попытки были систематизации, но я так понимаю, что уже надо самому браться и все корректно вести от начала до конца. Поэтому ваши письма буду получать я. Пожалуйста, все, что можете, все, что желаете указать, в письме указывайте. Если вы можете вести работы по организации на месте, вы регионально, отделение партии, например, можете работать по нему, пожалуйста, обозначьте, что вы можете то-то. Вы бы хоть видите себя так-то. Очень это полезная информация. Теперь по регионам. Республика Адыгея. Нам нужны ребята в Республике Адыгея. Республика Алтай. Нужны ребята. Везде вот во всем этом списке нам нужны наши соратники. Наши соратники есть везде, но вы должны обозначиться, чтобы вы оттуда, чтобы вы вошли вот как раз в наш список. Республика Башкортостан. Республика Бурятия. Республика Дагестан. Поддержка Дагестана была. Я это помню. Ребята, привет. Донецкая Народная Республика. Республика Ингушетия. Кабардино-Балкарская Республика. Республика Калмыкия. Карачаево-Черкесская Республика. Республика Карелия. Республика Коми. Республика Крым. В Республике Крым у нас соратники есть, проявились давно, работают с нами. Присоединяйтесь. Там большая группа. Ребята уже формируются. Кто с нами? Луганская Народная Республика. Республика Мариэл. Республика Мордовия. Республика Саха-Якутия. Республика Северная Осетия. Республика Татарстан. Республика Тыва. Удмуртская Республика. Республика Хакасия. Ребята из Хакасии, привет. Чеченская Республика. Чувашская Республика. Алтайский Край. Забыркальский Край. Камчатский Край. Краснодарский Край. Красноярский Край. Даже подозреваю, кто у нас будет региональным представителем по Красноярску. Пермский Край. Приморский Край. Ставропольский Край. Хабаровский Край. Амурская область, Архангельская область, Астраханская область, Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, Волгоградская область, Вологодская область, Воронежская область, Запорожская область. В Запорожье есть наши ребята, готовые отработать отделение нашей под Запорожской области. Присоединяйте все, нам нужны люди из каждого региона. Ивановская область, Иркутская область, Калининградская область, Калужская область, Кемеровская область, Кузбасс. Тоже очень хорошая группа людей на Кемеровской области, активная. Кировская область, Костромская область, Курганская область, Курская область, Ленинградская область, Ленинград. Липецкая область, Магаданская область, Московская область, Мурманская область, Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область. Тоже наши ребята. Вот наши ребята есть везде. Вот я читаю, наши ребята есть везде. Омская область, Оренбургская область, Орловская область, Пензенская область, Псковская область, Ростовская область, Рязанская область, Самарская, Саратовская область, Сахалинская область, Свердловская область, Смоленская область, Тамбовская область, Тверская область. Вот везде есть наши ребята. Томская область, Тульская, Тюменская область, Ульяновская область, Херсонская область, Челябинская область, Ярославская, города федерального значения, Москва, Санкт-Петербург, Севастополь. Это вот субъекты нашей Российской Федерации. Почти во всех из них есть наши люди. Присоединяйтесь к нашему движению. Вот если Единая Россия не может выполнить эту функцию ввиду отсутствия компетенции, среди единороссов нет людей, которые могут решить вопросы по нашей российской науке. Вот наша российская наука перехвачена пробританской агентурой и вся партия, Единая Россия ничего не может с этим сделать, потому что даже иммунитета к этому нет. Ребята это не видят, они эту проблематику не знают. Наше правительство не может сделать это, потому что все ставленники правительства, они не понимают о чем речь. Они не в курсе этой проблематики. На уровне Дума никто не может. На президентском уровне нет протока информации, фильтры стоят, никак не зайти, не подать. Мы должны сделать это сами. Если не может ни одна партия это сделать, мы должны это сделать сами. Поэтому, пожалуйста, этот мейл, пожалуйста, отправляйте свои данные. Телефон, как с вами связаться, мейл, где вы находитесь, как вас звать. Мы это внесем в мой личный закрытый архив. Мы будем пользоваться только непосредственно, кто занимается этим направлением. И мы должны зарегистрировать нормальное движение, нормальную партию для того, чтобы мы могли защитить наши интересы. На практике это означает, что мы, народ Российской Федерации, независимо от каких-либо идеологических догматов, при приоритетном развитии науки и техники, должны развивать нашу экономику, социальную защищенность каждого гражданина нашей страны и бережно хранить культурные традиции всех наших народов. При, безусловно, рачительном отношении к нашей природе и планете в целом, каждый человек в нашей стране имеет право на национальную, культурную и религиозную идентичность, а именно на сохранение своих этнических, культурных и религиозных традиций на территории исторического проживания своего народа. И это право незыблемо. Мы должны вот это вот сделать. Мы должны дать эту возможность, мы должны поднять науку и закрепить вот этот культурный статус, сделать социалистический вектор экономического развития. Доля поступлений от использования всех природных ресурсов публично распределяется среди всех граждан в форме прямого зачисления на персональные счета. Это обязательная мера. Каждый гражданин нашей страны наконец-то должен получать на свой счет, он должен получать долю от эксплуатации нашей природы, от эксплуатации наших природных богатств, природных ресурсов. Это тоже обязательная позиция. И вот все эти вещи мы в силах сделать, нам надо просто организоваться, объединиться и сделать требуемый объем работы. Мы должны войти во власть и реализовать наши идеи, наши принципы. Это все, это все достижимо, это все реально. Мы это можем. У нас уже объединилось достаточное количество людей, которые способны сдвинуть этот вопрос с мертвой точки. С вами был Виктор Катющик, канал «Научный трибунал». Разумная цивилизация, сообщество разумных людей в России и на Земле в целом. Мы единственный центр разумной цивилизации на этой планете. Всем привет, всем добра. Субтитры сделал DimaTorzok